Доброе утро! С 21 по 27 апреля пройдет 45-й Московский международный кинофестиваль. В основной конкурс отобрано 12 лент, в том числе две российские, 14 плюс продолжение Андрея Зайцева и первая любовь Светланы Проскуриной. Всего в программах фестиваля представлены картины от 60 государств, причем страной гостей станет Индия. Из новшеств этого года ММКФ пошел по пути крупнейшей кинофорума в планеты и добавил в свою программу спецсекцию со свежими телесериалами. Откроется же юбилейный кинофестиваль новой работы Бориса Хлебникова «Снегирь» о попавшем в шторм экипаже рыболовного судна, снятой по мотивам романа Георгия Владимирова «Три минуты молчания». Но нас ждут главные кинорелизы этой недели, и здесь отечественный прокат приготовился рухнуть под космическим высовом. Таракальный хирург Женя за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта. Удастся ли ей справиться с испытаниями? Сможет ли она преодолеть неуверенность и страхи? Получится ли у нее провести сложнейшую операцию в условиях невесомости, от которой зависят шансы космонавта вернуться на Землю живым? Вызов стал первым в мире большим игровым фильмом, снятым в настоящем космосе. Как мы помним, актриса Юлия Пересильта и режиссер Клим Шипенко долго готовились к полету на МКС и провели на орбите почти две недели в октябре 2021 года. Там были отсняты те самые космические сцены-ленты. Бюджет вызова перевалил за один миллиард рублей, не считая расходов Роскосмоса на отправку съемочной группы за 400 километров от Земли. Новый фильм Клима Шипенко снят в лучших традициях советской драматургии и станет очередным примером жанра производственная мелодрама. Главная интрига, сможет ли вызов приблизиться к космическим сборам Чебурашки. Нетрудно догадаться, что на этой неделе весь отечественный прокат расчищен под премьеру вызова. Поэтому из альтернативных релизов могу вам порекомендовать голливудский независимый криминальный триллер «Мизантроп». В Балтиморе в новогоднюю ночь маньяк-стрелок убил десятки людей под грохот фейерверков. Сотрудник ФБР Ламарк подключает к расследованию офицера полиции Элеонор, в которой видят большой потенциал. Теперь их задача угнаться за психопатом по спирали разрушения. Тебе уже отказывало бюро. Ты не прошла психологическую оценку. Агрессия, зависимость и антисоциальность. Черты тех, кого мы арестовываем, а не нанимаем. Я вижу в тебе талант. Я хочу, чтобы ты использовала его, чтобы дать мне новые зацепки. И скорее. Детективный триллер «Мизантроп» Шейлин Вудли и Беном Мендельсоном снял номинант «Оскара» аргентинец Дамиан Сифрон по собственному сценарию, написанному в соавторстве с Джонатаном Вейкхэмом. Если в 2015 году «Дикие истории Сифрона» стали настоящим международным кинохитом, то в случае с его англоязычным дебютом «Мизантроп» говорить приходится лишь о том, что смелый южноамериканский постановщик попал в лапы тотального голливудского продюсерского контроля, уничтожающего любой режиссерский креатив. Продолжим тему продюсерского кино из Голливуда и отправимся в онлайн. На этой неделе состоится цифровой релиз экшен-ромкома «Без ответа», где главные роли сыграли Анна Де Армос и Крис Эванс. Главный герой по имени Коул знакомится с очаровательной девушкой Сэдди и влюбляется в нее. Взаимности не случается, и Коул отправляется в Лондон, чтобы разыскать Сэдди. Там он узнает, что она оказывается секретным агентом ЦРУ. И теперь, вместо красивых свиданий и прогулок под луной, Коул оказывается втянут в приключения совсем другого рода. Меня похитили и пытали после одного свидания! Я камень проглотил! Ты сам полетел в Лондон! Это был романтический поступок! Режиссером комедийного боевика «Без ответа» выступил Декстер Флетчер, постановщик недавнего боепика Элтона Джона «Рокетмен». Сценарий написали Крис Маккена, ответственный за трилогию о «Человеке-пауке» с Томом Холландом, а также Ред Рис и Пол Верник, адаптировавшие для киноэкрана комикс «Дэдпул». В общем, нас ждет бессмысленный экшен, забавно упакованный в бесконечный черный юмор. Вот такие свежие релизы доступны в ближайшее время в кинотеатрах и онлайн. Приятного вам просмотра и берегите себя! Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин